Друзья, всем привет! Это новая серия про США, и сегодня я с вами бы хотел поговорить про то, какая новая эпидемия платежей за машину. Люди просто сошли с ума с такими платежами. Поехали, расскажу. Я думаю, кстати, как и абсолютно каждый взрослый человек, мы тут мечтаем о машине. Когда мне было 25 лет, я только приехал в Америку, это первое дело. Я думал, блин, куплю себе 100% какую-то классную тачку. Ну вот и купил. Слушайте, прикольно. Просто кроссовки вот тут бросаешь, и никому ваши потные кроссовки с вонючими носками не нужны. Сегодня решил, в общем, с вами пойти прогуляться вдоль океана, а то я всё время хожу там мимо домов каких-то, или же вообще в машине еду. Некоторые не нравятся. Ну давайте тогда изменим рубрику. Вот он океан, вот он я. Поехали, видосик. Слушайте, я, короче, когда приехал в Америку, вообще, наверное, на пятый день я купил себе машину, может быть, на седьмой. Буквально сразу же, потому что я сказал, мне надо там на работу ездить, то да сё, обязательно нужна машина. Я купил свою первую машину, вот, кстати, её фотка. О, это вы что, я такой довольный был. Красненькая такая Subaru. Вообще отлично. Пробег всего лишь скрутили в два раза. Вместо 208 тысяч было написано 105. Счастье, конечно, у меня было, ну, фух. Хоть отбавляю, представьте, да, пацан 25 лет, с Украины, когда, я помню, когда малой был, значит, говорю папе, пап, мне надо на права знать. Папа мне говорит, сынок, у тебя машина не скоро будет, поэтому тебе не надо сдавать на права. И тут я такой приезжаю сюда, и сдаю на права, и всё сразу же чётенько. Я машинку покупаю, езжу довольный, но почему-то, знаете, наверное, в связи с тем, что у меня не было машины, у меня вот эта вот жадность и голодность, что ли. Не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, у тебя вот желание такое, типа, блин, я хочу ещё машину, другую машину, попробовать ту, всю, там, пятую, десятую. И вот эта у меня эйфория понеслась. Я, наверное, за последние 8 лет сменил 20 плюс автомобилей. Сейчас, кстати, картинки. У меня была Subaru, у меня было 2 BMW, у меня был Lexus, у меня был Chrysler, у меня было 2 Volkswagen, у меня была ещё одна BMW, у меня был Mercedes, и ещё BMW было. Что-то у меня ещё было. И ещё одна BMW, и ещё один Mercedes, и Tesla была, и сейчас ещё одна BMW у меня. Короче, немного опыта у меня в этом деле есть. Я покупал тачки реально, прям много. Но суть истории, короче, не в том, сколько я машин поменял или купил, а в том, что на самом деле, когда я малой был, да, ну я считаю, 25 лет я всё равно типа малой. Сейчас мне 31, вроде не сильно вырос, но умственно и ментально ты вырастаешь намного больше, чем когда тебе, например, там 20 и 23. То есть чем взрослее, я не знаю, мне кажется, вообще после 30 тебя реально накрывает вот эта вот реальность, да, жизни, что тебе нужно там собирать деньги на дом, собирать деньги на нормальную машину, которую нужно выплачивать, да, платежи какие-то, плюс какая-то семья, возможно дети, и на это всё нужны реальные деньги. А если я занимался вот этим хобби, купи-продай, 3 месяца покатайся, всем заплати за это, то, как понимаете, это к ничему хорошему вообще не приводит. И значит, каждая покупка моей машины заключалась тем, что я просто терял деньги. Ну, вы покупаете бэушную старое какое-то корыто, на нём покатались, вы поняли, что его продали просто потому, что оно старое и оно корыто, и теперь вы хотите новую машину, вы её покупаете, вы вроде как сами себя убеждаете в том, что ну я же хочу машину получше, что там не ломалось, ну плюс я же расту, я типа, что не заслужил хорошую машину, да, ты как бы заслужил хорошую машину, но у тебя деньги есть. Ну вот на тот момент меня этот вопрос меньше всего волновал, и я просто брал и покупал себе новую тачку, и всё, ну другую, не новую. Но на каком-то этапе так получилось, что я думаю, всё, я хочу, короче, купить машину у дилера. Поехал в Mercedes-Benz of Chicago, да, почти в даунтауне, и купился первый Mercedes, кстати, он мне, я хочу в одном из видео рассказать, как можно построить свою кредитную историю, кстати, тоже при покупке автомобиля, и он мне очень хорошо помог при развитии моей кредитной истории, потому что если у вас есть какой-то платёж, да, какой-то кредит, который вы взяли в банке, а машина это очень хороший вариант для того, чтобы, ну, взять кредит, то это мне помогло, но я вам скажу, насколько, ну знаете, как бы, а чё, это правда, я просто глупый был, и у меня был платёж в месяц за машину, потому что у меня не было документов, да, не было грин-карты, мне давали всего лишь на год, то у меня платёж был 1920 долларов, я сейчас прикреплю, кстати, представьте, да, 1920 долларов, я так хотел этот Mercedes, то есть меня тупо не останавливало ничего, даже платёж в 1900 долларов меня вообще не смущал, мне было по барабану, я хочу этот Mercedes, я его купил, и мне его дали, я был довольный, наивный, ну, естественно, как бы, я только приехал, буквально недавно, да, там, полтора, наверное, года, это какая-то там моя уже восьмая машина, я думаю, блин, я тут работаю, всё хорошо, что, если не могу позволить купить машину, конечно, могу, пошёл и купил, так же, я думаю, думают абсолютно все американцы, и это то, что делают все люди, они просто думают, блин, я потрачу на своей работе, пойду и куплю себе новую тачку, а чё, надо хоть какую-то радость от жизни иметь, и покупают люди машину, но, сейчас расскажу дальше, значит, я купил этот Mercedes, мне Mercedes было мало, я переехал, кстати, во Флориду вместе с ним, сейчас прикреплю пару фоток, посмотрите, как я его, первый раз в жизни, кстати, буксировал вообще машину на трейлере из Чикаго во Флориду, это почти полторы, наверное, две тысячи километров я ехал, да, наверное, в Украине и в России, для этого даже нужно сдавать на отдельную категорию прав, но у меня такого не было, здесь такого нету, то есть, вы, в принципе, с обычными правами это можете делать. Значит, я переехал сюда, покатался, наверное, полгода, и затем, мне захотелось ещё одну машину, я купил себе ещё BMW X5, имея его, я тоже на нём покатался, имея одновременно и вторую машину, затем я решил их продать, и подумал, почему бы себе не купить X3M, да, нормальную пацанскую тачку, все смотрят инстаграмы, все смотрят ютубы, думаете, какие мысли в голове, да мысли простые, типа, блин, какой чёрт-то эти люди ездят там на М-ках, ну, опять же, друзья, каждому разные тачки нравятся, одному нравится BMW, другому Mercedes, третьему Audi, кому-то Lexus, кому-то нормальные Kia, я, типа, фанат BMW, мне их было очень много, но суть истории в том, что я купил эту тачку за 75 тысяч баксов, 75 тысяч долларов, по цену 20, по-моему, мне было 7 лет, и я купил её, и такое условие было, что я должен хотя бы на один год взять её в кредит, иначе бы мне не сделали цену в 75 тысяч, а тогда как раз пандемия была, да, это 2019 год, начало как раз вот от 2019, и мне попался вот хороший вариант, мне предложили, мол, бери, тебе понравится, я прокатился, конечно, у меня глазёнки были вот такенные, да, я в шоке был, какая машина классная, и всё такое, ну, естественно, она как бы стоит 75 тысяч, в общем, я её купил, я на ней год поездил, затем я подумал, блин, надо что-то делать, сейчас как раз маркетинг такой горячий, когда, может быть, знаете, у вас, наверное, тоже было такое, что прям машины бушные стоили там на 15-20% дороже, чем новые, потому что новых просто не было вообще, я думаю, я, значит, возьму и продам, короче, свою тачку выгодно, я её продал первый раз в жизни за год веселья, я потерял, целый год у меня была эта машина, я, конечно, друзья, сказать, что я был счастлив, ничего не сказать, но я её, в общем, продал, потерявши всего 2 500, это, наверное, машина единственная, на которой меньше всего потерял, вот, её я продал, и затем я решил, думаю, надо же дом покупать, в общем, я купил этот дом, и подумал, блин, я дом купил, я заслужил себя на нормальную машину, и почему-то на тот момент я не задавался себе вопросом, что, как бы, а вообще я это потяну, просто даже математически возьмите, посчитайте, сколько у вас доход, и сколько, ну, доходы и расходы, какие они у вас, вы просто физически сможете вытянуть эту машину, или нет, если вы не можете потянуть машину и дом, зачем вы берёте дорогую машину, ну, как вы поняли, меня это не особо смущало, я подумал, да, блин, всё нормально, всё на мази, я куплю эту тачку, в общем, тогда эти Теслы, у меня была Model Y Performance, они просто люто дорожали, я думал, мне надо срочно прыгнуть в этот вот последний поезд, иначе машины ещё, ещё, ещё подорожают, я помню, когда за один месяц эта Тесла подорожала на 2 500, я думаю, всё, мне надо срочно делать, типа, как резервацию на неё, да, что я за, ну, закрепил свою цену за машину, то есть я её заказал, и теперь буду ждать там 3-4 или 5 месяцев, подождавши, короче, я думаю, наверное, 4 месяца, сейчас фоточку тоже прикреплю, о, лицо у меня было тоже довольно, я почему-то подумал, что это, наверное, самая лучшая машина, я подумал, я буду на ней путешествовать, я буду на ней, мне не нужен отель, я буду прям в ней спать, она же электро, поставил на заряд, ну, включил кондиционер, и спишь в ней, и всё круто, и тебе нету зависимости ни от кого, ни от чего. Друзья, уровень моего заблуждения был 9 из 10, я заблуждался настолько, насколько я, наверное, в своей жизни никогда не заблуждался, худшая машина за всю мою жизнь, я её продал за 4 месяца владения, а теперь посмотрите, какой платёж у меня был, то есть сказать, что я был глупым, наивным, и просто повёл себя, как какой-то 5-летний пацан, который не думает о том, что завтра будет, у которого есть какая-то ответственность, вообще ничего не сказать, потому что платёж у меня был вот такой. А теперь посчитайте этот платёж на 72 месяца, то есть я дал 4, если я не ошибаюсь, 500 первоначальный взнос, по-моему, 4,250 и 250 резервация машины, то есть 4,500 и плюс каждый месячный платёж, вот, 1000 с лишним. Соответственно, если вы посчитаете вот эту сумму, умноженную на 72 месяца, потому что я подумал, я возьму на 72 месяца, почему бы и нет, я подставил себя просто под 81 тысячу с лишним долларов, просто потому что я имел бы эту машину, которая худшая машина в моей жизни, это самая дорогая машина в плане зарядки, о том, о чём люди вообще не говорят. Я хочу отдельное видео снять про мой опыт использования Теслы, я никогда в жизни никому не рекомендую использовать эту машину, это худшее решение, которое вы можете принять, просто худшее, никогда, больше я не возьму электроавтомобиль. Но сама суть же, мы же про платежи, да, говорим, то есть я взял эту машину, имея платёж в месяц, в 1000 с лишним, так вот, прибавьте к этому платежу, ещё в 240 долларов в месяц, в месячную страховку, потому что мне не было ни одной аварии, мне не было ни одного штрафа за всё моё время пребывания в США, точнее, они были, просто вы идёте в суд, и их оспариваете, и вам их аннулируют через адвоката. При этом всё в условии мне дали. Народ, сори, он прервался, встретил, короче, своих знакомых по велосипеду. Ну, в общем, типа, суть всей истории такова, что я взял просто неподъёмный для себя автомобильный кредит. И это то, что делают в основном все американцы. Они просто приходят в дилерскую, вот, вы не представляете, насколько здесь легко купить машину, насколько вам легко её продать. Любой пацан, просто пацан вот с улицы, вот, вы идёте возле школы, да, вот, школьник, приходят в дилерскую, и ему продадут машину с нулём даунпеймента. Вообще никакой информации, только ваш номер социального страхования вы предоставляете, и вам продадут автомобиль, причём за любую почти сумму. Просто вам бабахнут такой процент, что вы, как говорится, в шоке будете. Поэтому здесь, в США, это просто какая-то катастрофа с этими платежами, потому что, я сейчас вам покажу, статистика говорит о том, что сейчас средний платёж за автомобиль, новый, 500, по-моему, 3 доллара. А, нет, я думаю, за бэушный автомобиль 503, а за новый больше 700. Вы представляете, что такое 700 долларов, иметь платёж, я имел тысячу, и я просто не понимал того, какую я ошибку делаю. Это просто катастрофа, как это дорого для меня было. Я просто не мог это вывести, и многие эти люди этого не понимают. И сейчас все плачут, и все снимают видео в TikTok, в Instagram, как это всё ужасно. Так, дело в том, что вся система сделана на то, чтобы вы взяли этот дурацкий кредит, потому что всё рассчитано на человеческие слабости. И это самое прекрасное, что в США есть. Вам впарить любую фигню, потому что мы склонны к тому, чтобы покупать что-то, да, а особенно машину. Я явный тому пример. Вот все мои косяки, я вам рассказал, друзья. Я потерял кучу денег, поменял 20, наверное, ну, 15 там автомобилей. И зачем это всё? И слава богу, я сдыхался от этой Теслы ещё в тот момент, когда она перед тем, как она обвалилась, потому что я её продал за 67 500, когда она через 2 недели стала стоить новая 62. Вы представляете, если бы я в тот момент продал бы свою машину, ну, сказать, что я лопух, вообще ничего не сказать. Потому что это было бы худшее решение в моей жизни. Я просто вовремя от неё сдыхался. Поэтому... Тесла, давай, до свидания. Вот эта валютка. Теперь моя. Какая красотка синенькая, а? Сейчас у меня, например, BMW, и мне там люди пишут, мол, блин, у тебя BMW, ты хорошо живёшь. Да, BMW хорошая машина, мне она нравится. И я вообще очень, как бы, рад от того, что она у меня есть. Но я её сам обслуживаю. Полностью. Все масла, все колодки, всё я отменяю сам. Хотя бы на этом я могу сэкономить. Но тоже у меня платёж за машину сейчас 565 долларов. Тоже на 72 месяца. Я уже больше, чем 2 года плачу за эту машину. И, кстати, я тоже сделал ошибку, естественно, потому что я на Тесле много потерял. Я сделал ноль. Моя Тесла была как депозит на новую машину, на эту BMW, которую я взял. Она была тоже бушная, с пробегом там 10 тысяч миль. И поэтому у меня платёж 565 долларов под 8,7%. И на самом деле, даже эту машину я реально позволяю себе просто с трудом. Потому что, имея платёж за машину, на самом деле, вы никчёмный. Потому что, не имея платежа, вы себя чувствуете в 100 раз увереннее. Представьте, у вас остаются лишними 500 долларов. А мы же ещё и не считаем на то, что если у вас машина в кредит, вы должны платить страховку всю, полную, да? Full coverage, они здесь называют её. А это ещё дополнительнее. Ну, например, вы можете взять одностороннюю страховку в районе 100 долларов. А двухсторонняя, вот на мою машину, она стоит 220 долларов. На Тесла вообще 250 стоила, но это тогда. Сейчас, когда все узнали, что Тесла – это худшая машина для ремонта, потому что при каждой аварии в основном страдает аккумулятор, да? Потому что снизу огромный аккумулятор находится. И он страдает, и он самый дорогостоящий. А здесь его никто не чинит, как у нас, в наших странах, люди, ну, как говорится, у людей хотя бы руки растут с того места. Здесь этим не занимаются, просто покупают новый за 17 тысяч и меняют. И поэтому страховка на Теслу сейчас, если бы я сделал, я смотрел, это 320-340 долларов. 340 долларов – это почти платёж за машину. Это же, ну, друзья, я думаю, математика у всех хорошо работает. Я думаю, она и в Африке математика, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Китае, и в Америке одинаково работает. И это прекрасно. Если посчитать цифры, вы берёте свой платёж в тысячу с лишним долларов к этому платежу, добавляете в 300 с лишним долларов за страховку. Вам реально нужна эта машина? Я открою секрет. Нет, не нужна. Я вам сейчас приведу пример чувака, который меня позвал к себе кататься на лодку. Ну, вот я велоспортом занимаюсь. И у нас там есть группа людей. В общем, один из мужиков довольно-таки очень богатый мэн. У него на счету больше 30 миллионов долларов. У него лодка за 3 миллиона. Я был в трёх его домах, он приглашал в гости, ну, в нас, в компанию нашу велосипедную. Друзья, этот человек ездит на Форде. 2015 года пикапе, который стоил тогда 53 тысячи. А у нас что? Не дома ничего, все в долгах, все в кредитах. Но зато мы ездим на новой М5, на новой Ешке 63. Конечно же новая. А что, Ауди РС6. Все ездят на этих машинах. На Теслах, Роллс-Ройсах, С-классах. Друзья, мы не можем себе это позволить. Если вы хотите дальше, как бы, возможность, чтобы у вас была купить дом, семью нормальную, вам не надо этот платёж, лучше вложите эти же самые 500 долларов во что-то. в стокмаркс, или же в будущий свой платёж за свой дом. Не тратить деньги на вот эти вот развлекаловки, как другие люди. А особенно, посмотрите, этого профессора, который рассказывает про то, что надо брать машину в лизинг. Я вообще этого чека не понимаю. Это самый худший вариант взять машину в лизинг. Во-первых, вы переплачиваете за него. Во-вторых, если вы отказываетесь от лизинга, так машина вообще не ваша. То есть вы взяли, заплатили там 3, 4, 5, 6, 7. Например, BMW 5, надо заплатить 6, 400 за неё, чтобы её взять в лизинг. Друзья, так если вы заплатили 6, 500, и ваш месячный платёж в районе 800 долларов, неужели это хорошее предложение на 3 года? И эта машина даже не ваша. Ну, я не подписываюсь под такое. Ну, нафиг! Друзья, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вот такие вот жирные. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok